Полным ходом, ребята, понеслась вторая серия, еретик, и еретик выходит и стреляет из арбалета тут же по горгулье. Так, нас ждут прыжки, вода, перчатки некромантам вижу, хорошо. Этот уровень вообще плохо помню, и тут я пролезть не могу, но здесь могут пролететь противники, мерзкие горгулье. Получите немного магии зеленой, применим магию природы. Еще один выстрел, этот готов, но надо спускаться, я думаю. Ох, и тут еще голем нападает, голем готов, отлично. Очень прикольно играть в эту игру, потому что нет прыжков все-таки, я вижу большое столпотворение противников, они ведут по мне огонь. Сейчас я расстреляю всех, кто здесь, и тогда уже будем, наверное, выцеливать. Так, наверное, там еще тоже есть рыцари, которые стреляют, вот эти интересуют на самом деле. Темное помещение, страшно достаточно, господи, ребята, очень запутанный уровень. Перебежка легкая, очередной голем, и еще несколько горгулий. Ну, горгулий это такое, на горгулий надо, наверное, из волшебной палочки работать. Вот так вот, хп-шку подбираю. Я куда-то в угол вышел, и, наверное, мы отсюда и начнем, потому что здесь более будет приемственно их всех разбегать и отстреливать аккуратно. Только нужно экономить боезапас. Может, даже нужно, знаете, что сделать? Попробовать использовать том силы и перчатки некроманта. Перчатки некроманта усилены под томом силы и регенят здоровье. Это очень сильный артефакт, на самом деле. На самом деле, это том силы сильный артефакт. Этот голем какой-то непростой. Посмотрите, он огнем стреляет. Я подбираю арбалет и вижу боезапас. Еще факел есть, хорошо. У меня все еще работает том силы, но нужно его использовать, пока он работает. Правда, расход больше снарядов идет. Андетт упал, посмотрите. Очередной голем готов. Пробегаю, идет зачистка. Легкая зачистка. Этот готов. Следующий готов. Расточительно трачу боезапас, но что поделаешь. Приходится это делать. Тут еще нас ждет теплая встреча, теплый прием. Надо, наверное, чистить их побольше, а потом уже разбираться, кто где и зачем, и по что. Правильно? Думаю, да, верно. Еще одна горгулия готова. Все, ну, неплохо мы тут разбежались на самом деле. Почему-то перчатки не берутся. Арбалет подбирается. А, наверное, потому что арбалет подбирается вместе с боезапасом. Так. Это секрет. Определенно, а может и нет. Давай вот так дадим. Слушай, ну придется перчатки тогда использовать. Готов. В какой-то колодец упал, и тут есть телепорт. Ох, неплохо телепорт меня вывел. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ статичная такая. Ох, и я еще под томом силы. Я что, его случайно прожал? Наверное, прожал случайно том силы, ребята. Выстрел. Надо аккуратнее сжать кнопки все. У меня теперь нету томов силы. Ну давай, раз уж я прожал, будем пытаться стрелять молодых людей. Причем из эльфийской палочки, чтобы сэкономить магический боезапас. Магический боезапас неплохо звучит. Как вы думаете, мистер Гаргулья? Нормально он думает. Я уже много настрелял? Да, уровень большой, какой-то здоровый. 78 хп, сейчас надо поберечься. 61 я настрелял. Мне казалось, что больше. Еретик такой еретик. Тут что? Тут чисто. Тут надо будет желтый ключ. Это ясно. Сюда можно зайти. Кто-то атакует. Очередные големы с красными глазами. Но с ними легко справиться на самом деле. Пока они не стреляют огнем. Но один уже такой огненный был. Жму какую-то кнопку. Очевидно, что как только я подберу драконий коготь, то тут же все на меня набросятся. Надо сначала зачистить периметр, чтобы пути от струбления приготовить. Еретик настоящий рейнджер у нас. Фласк, бутылка с хпшечкой. Хорошо. Я уже всю карту оббежал. Вот эта область была секретом все-таки. Вот эта область. Да? Да. Но я сюда через телепорт прошел. Что делают вот эти яйца? Торч это понятно. Шэдоу Сфир понятно. Это морф. О, 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 не знаю, что он делает. Вроде бы должен возвращать на начало уровня. Это если я заблужусь. Карты, как видите, ну, наверное, такие, как в Думе 2, по серьезности своей. О, облуждать мы будем, ребята. Тут ничего не сделаешь. Вижу ключ. Как его взять, тоже непонятно пока что. Надо, наверное, взбираться наверх. Здесь может быть, по-моему, ловушка, да? Да, действительно. Ха, но меня так просто не взять. Здесь подбираю драконий коготь. Никто не нападает. Отлично, ключ уже подобран. Можно забрать боезапас. Остатки всего. Магические сферы, арбы. И пробежаться еще сюда. Здесь достаточно все линейно. Вот коридор ходил, ходил. Можно идти спокойно в желтую дверь. Мы потом уровень дочистим. Наверное. Так, это начало уровня. Мне сюда не надо. Мне нужно выловить желтую дверь, и я ее вижу. Надо всю карту пробегать. Как-то вот сюда, сюда. Да. Слушайте. Башня действительно трудная достаточно. Там там сила еще лежит. Тут сразу же нападение. пресечено будет големы. Пока что не очень трудно. На самом деле. Но это пока что. Там потом будет действительно сложно. Вот. Когда они все начнут стрелять, начнется настоящий еретик. А вот и башня сама, судя по всему. Я зайду на огонек. Наверное. Эльфийского чая мне приготовьте. О, тут стрелок. Андетт. Мерзкий скелет. На, получи сюда. Из лука. Моя месть. Тут вышла еще толпа на меня огромная. Посмотрите. Хочется перчатки некроманта использовать, наверное. Немножко некроманта еще никому не повреждало, да? Их хорошо с томом силы использовать, потому что буду регенить себе хп. Но я вижу одну бутылку, которую могу использовать. Слушайте, сильно пробивают по мне. Чуть не убили. Тут еще проход. Тут есть бутылка. Тут стреляющий. А этот простой. Нет, надо все-таки использовать огнестрельное оружие. Магика стрельная. Ох, сзади ловушка серьезнейшая. Не преодолею. Их убивают. Отступил. Так, вон они там наверху. Это стреляющие уже големы. Но вот о том, о чем я говорил. Теперь будет труднее. Пытаюсь из волшебной палочки дать по ним. Они по мне не попадают, но я тоже не попадаю. Тут еще бутылку подобрал. Бутылку придется сейчас использовать. Одну? Наверное, одну, потому что жадность. И в желтые двери надо вернуться. Вот они. Как по боезапасу? 60 стрел. Тут еще мы не проходили. Можно башню обойти с нескольких сторон. Вот тут можно. Тут еще заряды. Очень много зарядов для Драгонклоуа, для Когти Дракона. Можно из него поработать. Немного синей магии. Слышу, слышу. Да, нечего пугать меня. Вы же сзади не обойдете никоим образом. Я попадаю, попадаю. Ох, мне прилетел крюль. Только что, ох, мне только что еще раз прилетело. Две бутылки использую. Так, хорошо стреляют. Надо прятаться за укрытие. Тут готов, а здесь дверь. А надо зеленый ключ, чтобы ее открыть. Хорошо. Боезапас. На дальних дистанциях не хочу с ними стреляться. Вот здесь можно пройти уже к ним. Вот так поближе будет, и я его возьму. Мерзкий андетт. Готов. Тут можно будет открыть? Нет. Тут спуск, например. А где были големы стреляющие? Непонятно, У меня много достаточно бутылок фиолетовых, которые можно с собой носить в инвентаре или геринг как поэта. Хорошо, ребята, но зевать тоже нельзя. Я вижу зеленый ключ, у меня подозрение, что как только я его подберу, что-то выскочит. Наскакивают на меня действительно. Там еще кто-то присутствует. Это горгулья, стреляющая огнем. Хорошо. Забираю ключ. Никто не выскакивает. Нам бы тут крылья понадобились. Древний артефакт, который позволяет летать, но его нету. И здесь можно подняться, совершить подъем. Все, смотреть, тут открыть дверь. Так, это вход в башню. Чуть мне крит не прилетел красный. Хорошо, там плащ. Как к вам туда заходить? А, вот. Сторожевой башни дозорной, да? А, ну давай мы тебе в упор из арбалета дадим. Слушайте, дозорный какой-то серьезный. Боезапас я забрал. По карте ничего не понятно. Зеленую дверь, наверное, я вижу еще секрет. В секрет тяжело будет пройти. Я, наверное, подобрал свиток карты, и теперь поэтому мне подсвечиваются секреты. Мне куда-то сюда, в саму башню, пожалуйста. Вот сюда, это зеленые двери. Не, мне надо в параллельный проход. В зеленых дверях вроде бы тоже есть секрет, нет? Отбегу башню. Правильно иду? Правильно. Ну, немного неправильно. А, вот и стреляющие големы. Мы их быстро сейчас возьмем и решительно. Еще же несколько было. Здесь они могут быть. Могут быть везде. Вот они. Хорошо. Выпускают снаряд такой с черепком. Фэнтези. Слушайте, игра просто шикарная, ребята. Честное слово. Еще один. Вот это все фэнтези. Мне очень нравится пиксельная фэнтези. Мне очень Майнд Мэджик шестой, не шестой этот, четвертый понравился. Я очень хочу его сделать. Я, правда, боюсь, что я его могу не потянуть. Но, возможно, возможно, попытаюсь. это выход нет. Мне нужно подняться на башню. Может, секрет за зелеными дверьми. Я, к сожалению, мышка здесь не работает, не могу вам показать. Но на карте серой области я включаю карту, потому что мне нужно видеть иногда. И тут, наверное, следует сохраниться, потому что мы давно этого не делали. Еретик заходит в башню, внутренний двор. А я тут уже, судя по всему, был, потому что я тут настрелял. Посмотрите, кто это такие? Это Мах Чародей настоящий? Стреляют сразу тремя снарядами. Уничтожен. 107 из 109 противников. Я, между тем, уже практически уровень закончил. Открываю дверь и Мах Чародей по мне засандалил, дай боже, просто. На тебе сюда. Готов. 108 из 109. Я секрет нашел. Это не секрет, был и выход. Что, заканчивать уровень? Я думаю, надо пробежаться, пособирать предметы. Еще один противник, как минимум, находится. Как-то уровень лихо пробежал, прошелся, но предметы надо пособирать, ребята. Выход из башни организовать, корвус вперед сюда и выход в желтую дверь тогда. Не, не сюда, вот можно прямо из самой башни. Если вот сюда, вот сюда, вот так вот. Желтая дверь, основное здание. Я боюсь, что я не все предметы пособирал, потому что секрет я хоть нашел, но предметы могли остаться. Вот тут, например, хп без здоровья на следующий уровень тик глупо, как минимум. Ребята, правильно. Есть 3 бутылки, но я хочу их приберечь. Что у меня, в принципе, еще есть? Факелы, Shadow Sphere, это можно использовать, наверное. Давай вот этот морф используем. Ох, ничего себе, это яйцо выбрасывается. Значит, это оружие дополнительное. Хорошо. Будем знать. Тут ловушка, я ее пройду, еще хп соберу. Синюю бутылку. Сколько регенит? По 10 вроде бы. Такое ощущение, что по 10. 52 хп и идти на следующий уровень. Да нет, вон тут еще боезапас. Лежит здесь. Ну, не видно еще. Тут бы факел пошел. Но тут я везде был. Сюда я точно ходил. Сюда я ходил. Что такое произошло? Открылась дверь, и здесь голем и щит. Вот так вот. И это даже не секретом считается. Хе-хе-хе. Хороша игра. Запутана достаточно. Так, это проход. Ну, не, нам сюда уже не надо. Можно здесь еще пройти. Вот здесь еще бутылка лежит. Всех уработал на уровне, всех абсолютно. Хорошо, я вот теперь думаю, что можно идти. Вот тут еще бутылка. Отлично. Здесь боезапас для волшебной палочки. Желтая магия, но мне она не нужна пока, что. Мне бы стрел побольше запас. В желтую дверь, короче. И тут еще бутылка. Отлично. Видите, все пособирал. 92 хп, полный щит. И идем на следующий уровень. Как-то лихо идем. Вы не находите? Куда-то вот сюда. В зеленую дверь. Зашел на верхотуру башни, и сторожевая башня преодолена. Допустим, надо сохраниться, наверное, перед выходом. Автосейв сработает на следующем уровне. Так, сторожевая башня закончена. 109, я один предмет какой-то не подобрал. 11 из 12, и секреты один из одного. 15 минут потратил. Следующая цитадель. Уровень. О, обещает быть серьезным. Ну, давайте посмотрим. Действительно серьезно. Вон здесь один уже стоит. пассажир, с позволения сказать. Надо его успокоить, наверное. Промахивается волшебная палочка. Тут надо кнопку, наверное, какую-то нажать, чтобы поднялось. Слушайте, сразу замес серьезный, потому что андет нападает. Андет готов. Сзади голем. Городские бои начинаются, потому что врываемся в цитадель. Выстрел в окно. Древний эльфийский город. Неужели это наш древний город? Наверное, да. Древних ситхов. Мы же сами ситх. Один из последних, который выжил. Еретик настоящий. Пробивает сильно. Так. Начинается замес. Ну, слушайте, противников тут очень много, и это очень круто, потому что вот тогда умели делать именно мясные шутеры. Не умели... Графон, ну, на то время графон поражал на самом деле. Вижу магов-чародеев, магов надо убивать. По-моему, эти маги, это как раз ученики доспарило, как-то так они называются. Я вот не помню, я мануал не полностью прочитал. Кстати, к этой игре было очень тяжело достать мануал, и я скачал именно не сам мануал в интернете нашел, а сканы. Сканы фотографии этого мануала. Его почему-то нету. И на сайте рейвенов нету, и поддержки игры тоже уже нету. Вот. То есть, ну, не знаю, там много этих движков делали для еретика, но мне вот через Андрон нравится, в принципе, играть, меня все устраивает. И в плане графона, конечно, можно пробовать через Гезедум, там и текстуры получше, есть 3D HD текстуры, но мне эти текстуры не нравятся, ребята. Мне нравится в старой игрухе, когда я играю, именно оригинальные текстуры, чтобы были. Пусть они пиксельные, но они именно такие, как они были и как они должны быть. А вот эти все HD, с позволения сказать, ну, они, по-моему, только портят эти все текстуры, делая их некрасивыми. Я нашел неплохой секрет, один из четырех, просто потому, что стенка показалась немного не такой. Ну, корпус хорошо обознан об архитектуре предков, поэтому легко находят секреты. Этого застрелил. Так, продвигаемся дальше. Вижу желтую дверь, нам в этот дом надо будет заходить. Надо осматривать верхотуры, потому что могут быть нападения сверху. Ох, ничего себе, такое ощущение, что у голема, который умеет стрелять, снаряд магии, был самонаводящимся, ребята. Показалось, наверное, не знаю, тут том силы, где не нужно его использовать. Сзади кто-то. А, сверху, понятно. Ну, давай, давай, переговорим. Вон, такое ощущение, что вот этот ученик доспарило эфирным становится на время. Он там не один, кстати, их там несколько. Слушайте, хочется использовать вот это яйцо, которое у меня есть. Стреляю, ваншотнуло просто. А, в курицу привортило, вон оно что. Вот почему яйцо. Хорошо, торч, шэдоу, можно использовать. Плащ теней. И бесшумно, словно рысь продвинуться. Тут еще вот этого надо завалить. Но маг продолжает стрелять, посмотрите. Я трачу только мои запасы арбалета. Хорошо, тут прохожу. Судя, город, нам надо куда-то как-то в дома заходить уже начинать, я думаю, чистить дома. Потому что здесь вот эта лестница, очевидно, они будут подниматься потом. Ищем вход. Ну, вот здесь есть вход. Например, сюда. Заходим с арбалетом. Готово. Так, тут темное помещение, я смогу использовать факел, пока что это не нужно. Хм, а горгулье, в которое, которое стреляет, понадобилось два выстрела из арбалета. Третий этаж. Чисто все. Давай я использую факел, чтобы я ничего не пропустил. так, крутая музыка, очень. ученик продолжает свои экзекуции магические, попадает по мне, кстати. Иду огонь из арбалета, вроде завалил его, но я не уверен в этом. Не будет секрета? Нет. надо быстро пробегать все темные места, в которых я не был. Вот сюда можно, кстати, еще отправить. Тут одна горгулья летает. Мерзкий демон. У меня ключа ни одного нету. Начинаются блуждания небольшие. Сейчас мы с этим справимся, как только я пойму, куда мне идти. Вон там зеленые двери, это понятно все. Тут и кнопку я пропускаю, очевидно, ребята. По карте был практически везде, кроме... Но я сюда не могу пройти. Карта запутанная. Вижу двери. Это не двери, это окно. Таким образом обозначено. А вот это? Нет. Надо в дома проникать, совершать проникновение у женщины. Тут здесь подъем, но мы здесь были. В параллельный можно зайти? Пытаюсь найти проход. Вроде бы нельзя. Это выход снизу. Ключ найти. Вот здесь подъем еще один наверх. Нет, вот это один дом. Мне тут нечего ловить. Надо на другую сторону города переходить. Небольшие плутания начались. Так просится тут лифт, конечно, да. Я на другой стороне города, но я никуда пройти не могу. Парни продолжают свести огонь, это такое все. В одном из домов, в одном из зданий должен быть ключ, определенно. Так, о, тут нельзя зайти. А тут? Нет, тут везде нужен желтый ключ. Желтый ключ отправная точка у нас. Где он? Немного непонятно это. По логике вещей должен быть в этом доме. Так, а что еще у нас есть канал? Тут еще нет такого ребята. Плутаю начинается плутонина. Вот это канал общий. Тут явно не пройти. Давайте за кадром поищу ключ, как найду включусь, чтобы не беганины тут не устраивать. Два метра прошел, нашел ключ, как к нему попасть непонятно немного. Подняться наверх, а, может здесь пробежать надо, вот оно хорошо. Все отлично. Ой, стоп-старта начала игра подлагивать даже немножко. Немного нехорошо. Ключ, значит, надо было брать пробегом. О, и тут нападение сразу. Ничего страшного. Нападение пресечено тоже. Идем в желтые двери. Теперь будем обыскивать дома жилые. Выстрел сразу же. Так, по горгуль и первой, по второй, по третьей не экономлю боезапас. Боезапаса мало уже, надо подбирать. Кнопку нажал. Что делает кнопка? Возможно, поднимает лестницы. Но мы перед этим проверим еще и второй этаж. Очередной выстрел. Очередная горгулья. О, тут серьезный молодой голем. Огненный. тоже готов. Вижу арбалет. Ха-ха-ха. Отлично. Так круто смеется. Один из четырех секретов. Надо еще стены смотреть, быть внимательным. Так, ребята, вот здесь стена какая-то. Ну, просто тень так падает, да? Да, показалось. Кнопка нажимается один раз. То есть больше ничего не нужно. Хорошо, были еще желтые двери. Что сделала кнопка? Кнопка дала возможность подняться сюда. тут нужен зеленый ключ. И меня обстреливают со всех боков, судя по всему. Там мерзкий ученик не спарила, а тут мерзкий этот скелет. Он с кем-то там тоже сражается. Кто по мне ведет огонь? А еще отсюда стреляет горгулья. Хорошо. Готово, кажись. Не готово, слушайте. Тут я на перекрестке, мне невыгодно на самом деле сражаться, надо валить отсюда. Теперь мы должны все лестницы проверить. Пробегаю аккуратно. Вот эта лестница, тут тоже зеленый ключ нужен. Абсолютно идентичная ситуация. Да? Да. Зеленый ключ, где нам подбирать? Зеленый ключ нам нужно подбирать там, где желтые двери. Но мы не во все дома зашли еще. Тут какой-то молодой человек вышел. давай заходить во все дома проверять. Вот сюда например. Хорошо. Очень просто все. В старых шутанах на самом деле. Когда алгоритм знаешь. Тут вот и зеленый ключ, вот и том силы могу получить. И ученику доспарило немного тут пидстрелить ему. На всех ей лестницах был. Не на всех вроде бы. Но это можно будет в конце уровня проверить. Теперь идем в зеленую дверь. Стреляем Андеда. Давай откроем дверь в упор ему просто дадим. Боезопас. Давай синюю магию применю. Захожу. Стреляю. Тут все готовы. Тут дверь. Так это параллельная дверь. О там серьезные ребята. Хочется факел использовать. Тут кнопка и опускается лифт. так ну иду вперед. Критический залетел по голему и теперь летит по мне. Что-то сильно обстреливают ребята. Что можно сделать? Во-первых факел использовать. Во-вторых там силы наверное пошел. Так легкими очередями будем вести огонь. Все тут всех разорвал. В параллельном измерении наверное будет то же самое. Такая же толпа да? Должны быть связаны эти все помещения. у меня боезапас заканчивается. Надо переходить на палочку волшебную. Этого разуплотнить. Тут застрелил. Не в параллельном месте нету параллельного места. А противников много достаточно. Меня пробивают. вот ученик доспорил очередной. Так куча горгулей. Противников очень много. Вот это какой-то четвертый уровень только да? Тут я упаду если спрыгну. Надо аккуратно себя вести. Надо на самом деле фласк приготовить. Фласк у меня последний. Сейчас плохо дело потому что патроны заканчиваются. Заканчивается сила магии у меня. Я влетел да и тут еще один убьет сейчас просто завалит меня. Нельзя подставляться. Говорю нельзя подставляться. Этого завалил. Этого здесь еще сбоку двое. Господи готовы все. Фласк использую ребята потому что использовал не то что нужно. Теперь использую фласк куда-то сюда забегаю. Непонятно где я что я и что происходит. А тут поверху можно пройти 10 хп очень плохо все. Предметов нету. Надо сохраниться наверное. сохраниться. Главное сейчас не подставляться. Их очень много и они пробивают. Такое ощущение что волшебная палочка их не берет. Или они плотные просто такие. Не знаю. Тут боезапас. Быстро лутаю. Господи. Тут не будет секрета никакого. Надо вернуться на начало пособирать тактическое отступление отрублю. Во-первых сохраниться надо. Во-вторых в начале уровня пособирать хп потому что у меня сейчас его нету просто. По карте ну все должно быть линейно достаточно но хп и патроны надо пособирать. Поэтому мы ретируемся. Собираю патроны заряды магии. Здесь здесь их много достаточно. Я расстрелял просто все. Вот это минус древнего опыта тома силы потому что патроны быстрее тратятся. Мне нужно ребята хп какое-то подобрать. ничего нету у меня 10 хп. Еще раз дома проверить. Не потрачено может быть. Тут одна бутылочка по 10 хп восстанавливает. Так все-таки сложность дает о себе знать уже на четвертом уровне. Хорошо теперь можно вернуться. Я проверял этот дом? Да проверял. Тут еще один подъем и здесь еще одна дверь здесь я тоже был все проверял здесь еще дверь здесь мы поднимались наверх большой заряд. Хорошо там стрелы может в колодце хп восстанавливается. Так какое надо идти и добивать их всех. Все больше желтые снаряды мне не лезут и поэтому нам просто идем по лестнице и возвращаемся наверное двери открытые. еще параллельное место можно сходить но мы сначала здесь дочистим кроме всего прочего здесь же еще вот тут переходы какие-то да жму и это открывает проход а такой так называемый шорткат открывает в город сам выход слушайте цитадель действительно очень серьезная а вот здесь много противников среди них есть стреляющие у меня вообще никаких предметов нету у меня есть боезапас главное сейчас не получить урона противников много достаточно они еще друг по другу могут кстати атаковать если друг по другу попадут так выхожу скелет волнует скелет может по мне хорошо дать но он иногда промахивается потому что попадает по стене точность оставляет желать лучшего я настрелял уже большой толпу сколько их все 121 сзади нападение подлое посмотрите убивают меня так с 10 хп выхожу это я с 10 хп это я не подобрал ну ладно отсюда начнем только надо наверное начинать не отсюда а вот отсюда тут боезапас во первых подобрать тут тут хорошо и держаться откуда сзади напали вот это интересно неужели все пооткрывалось вон он тут летает мерзкая горгулья это помещение в котором я был или нет не знаю главное чтобы стреляющий не было по боезапасу 13 здесь и 0 здесь есть еще арбалет можно стрелять на самом деле ну хорошо выстрел тут же потому что нападает горгулья надо сохраняться просто просто сохраняться и не влетать не влетать все таки все таки да эта сложность не такая чтобы можно было расслабляться и влетать выстрел очередной выстрел арбалет хорошо их берет сейчас был тоже хороший выстрел ох тут прямо за углом рыцарь проверить углы тоже нужно чисто он сейчас выйдет на меня получит так там еще ученик ученик получит отдельную плюху сейчас опасно немного готов андет сохраняшечка надо меньше сохраняться более внимательно просто играть вижу ученика ученик все это время наверху кемперит ну шо ученик когда идет в эфирную форму я по нему не попадаю такое ощущение а вот сейчас ученик готов здесь фласка лежит ну бутылка с регеном и огненный ох огненный дал по мне хорошо прилетело дай боже просто ученик переговорим так ученик готов надо огненного снимать ребята огненный опасен такое ощущение что у него снаряд самонаводится боюсь его уже вот он не дать ему выстрел совершить он действительно самонаводящийся очень быстрый снаряд у огненного огненный очень опасен ученик мы не закончили урок ваш так теперь с учеником покончено надо убить огненного ну вроде не вроде не самонаводящийся может об стену ударился его снаряд продолжает вести огонь а мне урона не хватает и у меня не каждое попадение фиксируется 20 хп вода бутылка боезапас для когтя хорошо сохранится главное еще не сохраниться в еретике в тот момент когда по тебе залетает снаряд вижу синий ключ и серьезное нападение на меня готовится легкими очередями давать заряды магии по ним синим вот так вот так этот прострелил еще раз прострелил на получи забираю синий ключ здесь какая-то канализация очередная там череп посмотрите тп шичка тут должно быть все прозаично более чем горгульи готовы это получает тоже готово этот готов сейчас будет я его не боюсь еще фласка хп пробегаю и здесь спуск подземелья сзади нападение тут же серьезное при чем так отступаю отступаю в неизведанную территорию где голем стреляет по мне неизведанная территория опасно немного ребята выпадают из голема кстати снаряды и мы вышли ох тут еще один ученик деспарила стреляет по мне попадает на получи сюда сзади кто-то нападает ученик деспарила получает еще получает какой-то он неубиваемый просто готов из него выпадают синие снаряды хорошо синих снарядов очень много в углу здесь засяду сохранюсь и вижу еще бутылку с хп и куда мы перешли мы перешли такое ощущение что на другой подуровень какой-то другая часть города по мне ведут огонь и меня убивают тут результат нельзя давайте уровень огромный просто 92 из 121 я убил их тут еще много давайте будем тогда последовательно их чистить у меня бутылки во-первых появляются во-вторых можно стрелять теперь выстрел выстрел хп есть главное не подставляться подставился сейчас остаточного урона получил с них падает тоже боезапас это очень хорошо это выход в центральную получается так тут телепорт какой-то открылся очень запутанный уровень мне прострелили уже и голем тут вышел господи телепорт прыгать наверное рано рыцарей надо андедов поубивать чтобы они не стреляли а просто всех чистить а потом уже уровень исследовать он такой он еретик будет да действительно армия тьмы заполонила просто древний город эти готовы еще один выходит посмотрите в своих доспехах готов раньше наверное получал урон 42 хп тут подъем какой-то тут голем получает выстрел второй третий так дальше подъем наверх аккуратно осматриваюсь мазон как-то тише сегодня все вы не находите не знаю почему тут проход и через канализацию хп кто-то стрелял по мне только что это первый первая часть города там где мы начинали судя по всему да да вот здесь здесь открыто такой квадратный город получается я просто бегаю по нему и стреляю по всем вот тут еще ученики этот готов как вам сюда подняться а вот здесь вот так вот наверное можно к вам подняться да действительно вот и подъем нужный а ну и вот вы здесь были хорошо здесь мы уже стреляли какую-то часть тут я тоже проходил по верху идем идем по верху здесь забираю там силы и открываю проход какой-то в проходе телепорт вижу боезапас надо сохраниться так нападение ха из темных углов действительно посмотрите тут бы торч пошел точнее этот факел один из четырех секретов такой огромный уровень господи это только четвертый уровень отсюда мы пришли паутина здесь и кнопка что-то сделала хорошо там телепорт какой-то открылся надо наверное пройти ребята вот куда-то сюда и здесь пробежим это должно привести в параллельную какую-то а это выводит нас на самом деле на рыцарей андедов в большом количестве которых надо уничтожить ничего не вижу абсолютно в темноте вижу бутылку беру ее и какой-то угол хочу занять вот этот угол подходит мне могу их обойти тут ученики могут быть тут телепорт отсюда выстрел они кричат там все тут еще выстрел вот он вижу подсветил его хорошо выстрел выстрел я словил крит критическое попадание по мне прошло и один на меня вышел прямо сбоку хорошо ничего не вижу перед собой выстрел чтобы посвятить путь я слышу его но но не вижу так тут боезапас бутылка синяя дверь хорошо тут еще бутылка мне бы выловить этих андетов мерзких факел я вроде бы подбирал не это фласка и кот мявка это классика уже началась сейчас я его запущу но только не в этот момент когда я пока я тут лажу по данжам шпицик ты вот очень не вовремя начинаешь тут еще противник сейчас ребята пауза продолжаем разговор я могу сюда прыгнуть телепорт не могу там кто-то есть кстати да там есть еще очередной голем в темноте ничего не видно абсолютно в синих дверях наверняка будет выход из уровня сколько всего противника вам еще достаточно не так уж много ого тут действительно цитадель посмотрите храм настоящий давай всех расстреляем и будем тогда лутать будем лутаться тогда тут вроде всех перестрелял здесь еще один рыцарь так готов тут еще противник давай вот этого берем горгулья полетела прямо можно разбить нельзя в хексане можно сюда запрыгнуть нельзя тут надо будет совершать прыжки наверное выход с уровня и очередная горгулья 113 и 121 крылья полета вижу так патроны можно вот так собирать ну хорошо это все понятно тут щит и выход действительно с уровня заперто очевидно надо что-то нажать или сюда надо запрыгнуть я боюсь что когда я сюда запрыгну я погибну что случилось что-то произошло давай я боюсь запас пособираю пока могу крылья не хочу тратить о тут еще и карта господи боже мой да тут можно будет серьезно поживиться на самом деле ребята хороший уровень годный достаточно ой вижу факел то что нужно мы туда еще вернемся на конец уровня я еще успею там все пособирать надо забрать факел проверить вот эти дома мы сейчас в серьезном каком-то квартале вижу проход к факелу выбираю его ff и готово все ой ребята ко мне приходит на этом серия конец в следующем увидимся